Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня посмотрим, к чему же вас подводят высшие силы. Почему все сейчас происходит именно так, а не иначе? Мы часто задаем себе эти вопросы. Они такие сложные, глубокие, философские. Но в мире ничего не происходит просто так. Все для чего-то нужно. Для каких-то кардинальных перемен. Вселенной периодически необходимо выводить нас, наставлять, тем самым указывая истинный путь. Давайте посмотрим, что расскажут карты. К чему все идет? Каков будет итог лично для вас? Итак, к чему вас подводит Вселенная? Смотрим. У кого-то здесь тайные недоброжелатели или какие-то интриги, что-то скрытое за вашей спиной, какие-то нелицеприятные моменты, обман. И вас подводят к открытию какой-то информации, правосудие и Верховная Жрица. вас подводят к справедливости, к восстановлению правды. Грядет момент, грядет момент, когда вы узнаете, если не все, то очень многое из того, что сегодня скрыто от вас. вы сейчас не знаете истинные причины противостояния. Двоечка жезлов. Но приходит время, когда ваши глаза на что-то открываются. Здесь, может быть, и так, не столько справедливость восторжествует, сколько ваши глаза откроются на происходящее. Вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Это будет ваше прозрение. К вам придёт чёткость и ясность, понимание того, для чего мне был дан этот путь. Вы увидите плюсы своей новой жизни в сравнении с прошлой ситуацией, где было много неискреннего, лживого. Много было каких-то тайн. Вы не понимали, что происходит, да? Кто враг? Кто друг? Где источник ваших проблем? А проблем было достаточно много. Это вас расстраивало. И по девятке мечей, конечно, много разочарований. Было. Неоправданные надежды. Что-то не сбылось. Что-то не сбылось. Вы долгое время переживали о том, что не получилось осуществить. И жажда правды, да, вот прям не давала вам покоя. Правосудие. Когда же оно свершится? А потом вы взяли ситуацию в свои руки. Потому что от Вселенной не было никаких знаков, да? Вы знали о том, что ваши недоброжелатели, а здесь таковые имеются, здесь много тайных каких-то, интриг, много скрытых, скрытых глаз, да? То есть лица закрыты, глаза... Знаете, вот люди как будто отводят глаза, смотрят на вас, то есть, вернее, вы смотрите в глаза этим людям, они как будто отводят глаза. Это завистники, это конкуренты, это кто-то, кто... в тайне, за вашей спиной, делает какие-то нелицеприятные вещи. Вы ждали возмездия, а потом взяли ситуацию в свои руки. Начали планировать свою жизнь. После какого-то ожидания пришло понимание, что надо действовать. Пришло понимание того, что если вы не возьмёте ситуацию в свои руки, она не сдвинется с мёртвой точки. И вы пошли вперёд, движение вперёд. Но паш колёс, пентаклевая карта, это начало какого-то нового пути. Это новые перспективы, которые вы сумели рассмотреть. То есть из этой истории вы уже сейчас сделали совершенно правильные выводы. Вы увидели все плюсы того, что произошло. Ну, наверное, там и минусы были, да? Какие-то потери, что-то пришлось принести в жертву. Не хотелось бы это терять. Но всё равно вы нашли очень такие весомые, важные плюсы для себя в том, что случилось. И вы пошли вперёд. Движение вперёд. Гармонизировать свою жизнь. Я обязательно выйду на новый уровень. Я получу самореализацию. Я попробую открыть для себя новые какие-то пути, новые возможности. я попробую пожить другой жизнью, да? Или попробую осуществить то, о чём давно мечтаю. Здесь об этом карты. Полная перезагрузка, видите, карта суд. Это когда человек оставляет что-то в прошлом, как бы идёт на поводу обстоятельств, плывёт по течению. Ну раз так, пусть будет так. И с этого момента перезагружается всё вокруг вас. Видите, полные обнуления по карте, дурак. Здесь, по этому раскладу, очень у многих проиграется так, что вы с нуля что-то начинаете или скоро начнёте, или в прошлом, может быть, начали, да, уже. В целом, здесь энергии идут обновления. Человек начинает абсолютно новую жизнь. Кардинальные перемены уже произошли. но очень долго вы находились в подвешенном состоянии, полное непонимание, что мне нужно делать дальше. Тупиковая ситуация, может быть, у кого-то была. Реально лабиринт какой-то, да, может быть, запутались. Не сразу, ну, не сразу сообразили, что делать, да, что к чему. И первым делом вы занялись, ну, или займётесь, да, у кого-то проиграется на будущее. В общем, займётесь, да, именно самореализацией в плане работы, заработка. Здесь я вижу, нужны деньги. Человек первым делом для себя ставит цель заработать денег, иметь финансовую независимость. И вы не хотите этот доход афишировать по Луне, чтобы меньше кто знал, да, из родственников, из близких. И вам будет предложение какое-то, вот кто ищет работу сейчас или подработку, или какая-то ситуация у вас финансового характера сейчас сложная, вам предложение будет. Но там, видите, по Луне будут моменты какие-то скрытые, какие-то подводные камни, ну даже не столько подводные камни, сколько какой-то неафишируемый доход. Насколько это предложение перспективно для вас, стоит ли вам его принимать, давайте посмотрим. но несмотря на то, что там как бы есть тайные моменты, но это приведет вас к процветанию, к стабилизации вашего материального положения. Это какой-то будет неофициальный повторюсь, заработок, но или подработка может быть. Наряду с основным видом деятельности, вы будете искать еще какой-то способ заработка, но не афишируете его, как бы скрываете. И это вас выведет в такую прям крепкую, хорошую стабильность. Даже я бы сказала, со временем вы почувствуете комфорт, вы сможете позволить себе больше, вы сможете позволить себе красивую жизнь. По этой карте часто проигрываются люди-эстеты, которые любят красивый ремонт, красивую мебель. Вы хотите иметь большой дом, непримерно просторный большой дом или квартиру, но чтобы было просторно, много места, высокие потолки, чтобы дышать было легче. Вы к этому стремитесь. И вот этот заработок какой-то тайный, неафишируемый, он поможет на самом деле вам серьезно продвинуться вот в этом вашем желании, осуществить свою материальную независимость, жить красиво, комфортно. так, еще о чем карта расскажет нам сегодня. Ну, не просто все будет, девяточка жезлов, непростой путь вам дано пройти, прежде чем осуществиться по шестерке кубков, это ваше желание, непростой путь. Вы мечтаете, вы постоянно поддерживаете в себе вот свои желания, вы четко ставите перед собой цель, да, задачу, видите эту цель. Ну, и на самом деле, я так вижу, вас не очень пугают трудности, их много разных преград, препятствий. Вы королева жезлов, огненная энергия, пробивная энергия, целеустремленность, контроль над ситуацией, над обстоятельствами, хороший уровень самодисциплины. Вы можете себя мобилизовать, собраться внутренне за короткий период времени. Вот вам многого не хочется, настроения нет, просто желание ничего не делать, отдыхать, есть вот это. Периодически это бывает, но вы как-то очень быстро и легко можете собраться. Вы быстро мобилизовываетесь и начинаете действовать. Вы можете себя заставить, найти для себя стимул продвигаться, вершить новые дела. Но здесь понимание есть того, что если не вы, то кто? Королеве жезлов часто уж так получается, что не на кого опереться. здесь идет такой высокий уровень ответственности, может быть, не только за себя, но и за свою семью. Женщина держит джезл, ведь она руководит, она задает ритм, темп, она ведет за собой, вы за собой ведете кого-то. Вы обходите острые углы. Дьявол постоянно встает на вашем пути. Вот что вы не начинаете делать, преграды какие-то, закрытые двери, замки, людская подлость, лицемерие, маски, какая-то подлая игра. Вот это все вы испытали уже на себе. Но по карте умеренность вы это знаете, это как воскрешение после чего-то, что вы вынуждены были оставить. Как вас не одолевает этот дьявол, сколько бы преград он не ставил на вашем пути, вы вы как живительный эликсир какой-то принимаете и в итоге возрождаетесь как птица феникс из пепла. Ваш враг он будет побежден все равно. та победа, которая сейчас есть у ваших конкурентов это до поры до времени. Вы уже сейчас занимаете лидирующее положение, вы набираете силу по жизни, укрепляются ваши позиции. Еще немного, еще немного и ваши враги будут повержены. Иерофант, конечно. Это ваша мудрость. Это когда человек, пережив что-то в прошлом, начинает видеть людей насквозь. Это очень глубокое познание жизни, сути жизни, законов мироздания. Вас подводит вселенная сейчас к какому-то знакомству. Люди смотрят друг на друга. Это взгляд прямо в глаза. Это честность, это открытость, порядочность, желание взаимодействовать друг с другом. Притяжение какое-то. Притяжение. Люди посланы друг другу свыше. Это встреча. Встреча на каком-то этапе вашей жизни. Но очень скоро когда мы на будущее смотрим. И эта встреча по десятке колес имеет все шансы перерасти в брак или в какой-то крепкий партнерский союз. И с этого момента по тройке колес начинается строительство вашей новой жизни. То есть вы совместно с кем-то начинаете строить свою жизнь. это будут взрослые отношения серьезные по иерофанту. Когда двое взрослых людей находят друг друга. Эти отношения будут основаны не столько на эмоциях, сколько на каком-то общем вашем совместном желании создавать что-то новое. Начинается строительство отношений, новой жизни, планирование какое-то совместное. Это взгляд в одну сторону. Вы будете понимать друг друга с полуслова. у вас в прошлом был враг. У кого-то проиграется что это женщина королева мечей. Но видите как этот враг под узу мечей и привел вас к победе. Нужно понимать что завистники конкуренты недоброжелатели люди которые не совсем желают нам добра в этой жизни являются лучшим стимулом для новой жизни для нас сами же. Они показывают нам к чему мы должны стремиться. если вас откуда-то обманным путем вытолкнули в результате каких-то интриг лживых манипуляций но благодарите судьбу и эту женщину если эта женщина не у всех проиграется женщина может быть и мужчина все-таки общий расклад но благодарите врага и вы будете в будущем реально благодарить врага спустя время конечно не сразу когда пройдут обиды когда успокоится душа когда сердце скажем так оттает когда вы уже посмотрите на все это свежим взглядом не сквозь призму эмоций обид и разочарований а именно уже таким трезвым взглядом станет понятно что этот человек ваш враг на самом деле привел вас к победе к еще более высоким результатам давайте посмотрим чего вы достигнете в будущем полная чаша вашей судьбы вы реализуете что-то это карта реализации каких-то давних своих желаний в прошлом вы проходили какой-то не свой путь вам там часто поэтому не везло не не могли встретить человека с которым могли бы быть как бы на равных не были уверены в людях вы понимали что люди не желают вам добра но в этом обществе в этом социуме вы вынуждены были находиться в этих обстоятельствах многое вынуждены были принять терпеть поступались часто своими желаниями интересами и вдруг получается так что появляется в вашей жизни вот этот человек враг и у вас что-то рушится рушится идет разрушение идет ну какой-то страх внутренний да вы боитесь оставить тот путь причем как бы умом понимаете что этот путь давно бы надо оставить но все равно внутри присутствует страх неуверенность остаться ни с чем остаться в одиночестве быть покинутым быть непонятым и одновременно понимаете по четверке пентаклей что находиться уже там невозможно потому что там какая-то жесткая борьба конкуренция там каждый за вот этот сундук золотом он просто готов не знаю перегрызти готовы перегрызти друг другу глотки да может быть за наследство идет борьба может быть в коллективе за место под солнцем может быть среди родственников там за какие-то финансовые моменты да тут какая-то грызня началась там где было более-менее спокойно когда-то и в этой обстановке невыносимо было находиться кольцо как бы сжималось все сильнее и сильнее здесь появляется вот враг ваш выталкивает вас своими интригами коварством из этой обстановки вы начинаете новую жизнь новое что-то планирует рассматривать новые какие-то для себя возможности пути и находите идеальный какой-то вариант потузу кубков который во-первых направляет ваши энергии внутрь они теперь работают на вас на ваше здоровье на ваш потенциал творческий энергетический они расплескиваются просто так как раньше это концентрация на себе на своем внутреннем мире это понимание четкое понимание того в чем ваше предназначение даже так наполняется чашей вашей судьбы человек понимает для чего он рожден по сути сравнивая свою старую жизнь с новой вы поймете для чего рождены вы найдете по этой карте кстати говоря найдете свой путь свою миссию поймете какое-то дело занятие которое будет по душе это кубки эмоциональная карта кубки это отдушина эта деятельность она для меня отдушина мне интересно это я хочу познавать этот мир я хочу более глубоко в это вникнуть получить какие-то дополнительные знания из идет момент саморазвития личностного роста только тогда наполняется чаша судьбы когда человек начинает развиваться а вы находились в какой-то ну каком-то болоте какая-то ниша которая была бесперспективной для вас вы там много времени потеряли единственное о чем будете сожалеть кстати по пятерке кубков тоже такой момент здесь может быть сожалеть будете о том что очень много времени отдали на на пустоту на то что не показало результата ожидаемого ну-ка еще по тузу кубков что здесь обретение силы к вам возвращается реально ваша сила здоровье энергетический потенциал набирает силу мощь вы встаете с колен вот кто стоял на коленях реально какая-то ситуация может быть была сложная до такой степени что вы не могли подняться чтобы идти дальше вы поднимаетесь с колен вы находите новые возможности в себе мобилизуете энергии спящие долгое время энергии спали да потом они идут как бы как бы высвобождаются да идут из изнутри ну рассыпаясь да ну как бы давай вам возможность реализовываться ставить высокие цели и достигать этих целей у восьмерки кубков могу сказать что это будет окончательный уход и возврату это не подлежит рыцарь жезлов это движение только вперед остается позади восьмерка мечей период слез разочарований сердечных переживаний каких-то ран сердечные раны здесь вы стояли как на краю обрыва тяжелая ситуация кармическая была но королева пентакли творческое начало умение найти в себе таланты возможности способности умение применить свои знания какие-то старые знания вы будете применять может быть устроитесь на работу по специальности какое-то время не работали по диплому по документу какому-то образовательному хотя когда-то очень хотелось но в результате этих разрушительных моментов каких-то трансформаций когда вас выталкивает жизнь куда-то совершенно на другой путь вы понимаете что вам нужно использовать как-то старые знания как-то оживить их чтобы применять применять ну и как успешно будете применять вы будете отдавать рыцарь кубков это отдача каких-то знаний каких-то умений то есть да вы будете обучаться вы будете развиваться познавать что-то новое и вам будет что отдавать в этот мир вы начинаете как бы отдачу соответственно высшие силы они начинают активнее помогать человек который отдает во вселенную который занимается творчеством который стремится улучшить как-то этот мир который применяет свои таланты да не загоняет внутрь себя да подавляя свои способности таланты поступает со своими желаниями интересами вы уходите от этого вы реализуете себя вы показываете себя миру будет жесткая конкуренция потому что уровень которого вы достигнете вот которым вас ведет вселенная во всяком случае так императрица да это наивысший уровень вселенная говорит стремись ты можешь стать императрицей то есть ты будешь иметь своей жизни все что ты хочешь ты будешь полноценной хозяйкой своей судьбы будет конкуренция будут вставлять палки в колеса будут завистники и надо будет бороться гораздо проще получить желаемый уровень но вот сложнее его удержать достигнутые позиции вот эту высоту сложнее всегда удержать есть именно об этом карты совет какой вам дадут карты король мечей мужская энергетика логика стратегия планирование рациональный подход умение умение сказать слово нет вот здесь вот здесь именно для кого-то это важно знать мы не умеем говорить слово нет и поэтому нами пользуются и поэтому нами пытаются управлять и поэтому прошлое может заявлять о себе тут будут проверять вас на прочность по этой карте король мечей может какой-то мужчина либо просто человек с мечевой энергией с такой сильной мощной властной напористой может появиться для того чтобы ну скажем так справиться о том как у вас дела так для чего вам это дано это как проверка вас на прочность потому что кому-то кажется что вы в тройке мечей застряли и сидите в этой тройке мечей с разбитым сердцем с нереализованными возможностями с потерянной стабильностью кто-то любопытствовать будет как у вас дела работать нужно вам ну как бы не останавливаться до восьмерка пентаклей вы покажете свою занятость и как бы свою незаинтересованность в общении с этим жестким человеком это какой-то беспринципный человек с которым сложно найти компромисс он зациклен на своем мнении часто вот короли мечей вот такими проигрываются вот смотрите вы как бы заняты работой а по карте влюбленный здесь выбор идет человек когда-то мог сделать выбор не в вашу сторону вот не важно кто мужчина или женщина по королю мечей мужчина может быть но поскольку расклад общий и женщина может быть с такой вот энергетикой появляет человек разбивший вам сердце причинивший много боли много неприятностей сделавший выбор когда-то в другую сторону да чем чем вас ранили сильно этот выбор вас реально вот сбил ну и скажем так сильно ранило ваше сердце да здесь через призму эмоций идет боль но для чего вам это все но человек посмотрит на вас совершенно с другой стороны тройка жезлов вы же пошли к солнцу вы пошли каким-то другим путем хотя где-то там ждали что вы вернетесь вы сделали какой-то резкий поворот восьмерка жезлов тройка жезлов десятка жезлов посмотрите какой резкий крутой поворот вы совершили вам было безумно тяжело десятка жезлов вы такую ответственность на себя взяли или выбрали такой путь который но которые многие боятся выбирать вы не побоялись и пошли по этому пути вы поверили в себя и поверили в те перспективы которые увидели на этом пути и теперь вам посылается этот человек может быть и люди даже несколько людей для того чтобы они посмотрели как можно как можно жить по-другому через вас как бы им показывает вселенная что что можно проживать другую жизнь что возможности человека они не ограничены и они на вас посмотрят как на другой мир к этому все идет у людей откроются глаза вы перед ними видите по шестерке жезлов победитель или победительница вы преодолели десятку мечей и вышли в звезду вы на коне находитесь и звезда вы осуществили что-то но что им казалось нереальным в какой-то ситуации возможно конфликтной да где ваше мнение было отброшено где вас не услышали где отказались может быть принять вашу позицию какую-то здесь происходит переломный момент вы оказываетесь на коне преодолев вот этот путь десятки мечей когда против вас было большое количество людей когда обстоятельства даже может быть против вас были вы как один в поле воин были вы так и не смогли никому ничего доказать и вот наступает время когда сама жизнь показывает что вы были правы и люди признают это видя что вы императрица что у вас сильные позиции в жизни и видят видя что по звезде вы осуществили то о чем вы когда-то говорили и что вы пытались до них донести что это реализовано все вот посмотрят на вас совершенно другими глазами вас вселенная подводит к празднику жизни тут ваши враги даже будут вас уважать эти семерка жезлов вас противостояние было долгое время какая-то борьба столкновение интересов что-то кто-то кому-то доказывал и люди долгое время были уверены в своей правоте долгое время вот эта правда которая откроет им глаза ту которую вы пытались до них донести она не сразу восторжествует какое-то время они праздновали победу они были уверены что они правы но вселенная вам видите она убирает этот конфликт она нейтрализует негатив этот именно через обновление видения этих людей вас то есть они интуитивно начинают вас чувствовать и видеть вас совершенно другим человеком но у них открываются глаза у них идет колоссальная трансформация переосмысление вас ваших каких-то конкретных действий поступков начинают вас уважать даже ваши враги реально здесь вот так тут не только враги тут и друзья по пажу кубков у вас и друзей много там людей которые поддерживали может быть вашу позицию но наверное молчали да молчали видите когда был пожар в вашей судьбе когда понимали что вы вот-вот окажетесь на краю пропасти помалкивали и друзья тут помалкивали почему вас подводит вселенная смерть полнейшая трансформация полная перезагрузка того что было колесо фортуны карта смерти кардинальная перемена судьбоносная перемена жизненный какой-то поворот крутой и шестерка мечей отправление в новое начало в новый путь вы станете новым человеком как будто второе рождение будет вас никто не остановит от этой дороги новой те кто когда-то желал вас оставить на прежнем уровне чтобы вы не развивались не продвигались не реализовали то что вы хотели реализовать ничего не получится вас не остановить вы перетрансформировались вы встали на иной путь вы поставили новые задачи вы начали использовать в себе те ресурсы которые у вас были всегда еще даны вам до вашего рождения если идет само утверждение самореализация вы прежним человеком уже реально здесь не станете не будете на вас будут смотреть как на звезду у вас реально будет спокойная жизнь у вас вселенная ведет к спокойной жизни вы ее заслужили вот просто когда все хорошо нет каких-то перипетий эмоциональных встрясок стрессов каких-то неприятных сюрпризов которые заставляют нервничать раздражаться этого всего не будет ваша жизнь вас полностью будет устраивать гармония процветания такое размеренное развить размеренное продвижение не толчкообразное да когда хочется побыстрее покорить вершины сделать какие-то дела которые не очень приятно делать здесь идет именно размеренное движение когда уже есть фундамент человек уверен в завтрашнем дне и он просто ну живет как бы на на эмоциях он на позитиве он получает удовольствие от жизни он растягивает это удовольствие да он ощущает вкус жизни вкус достигнутого результата здесь может быть знаете что предложение вернуться куда-то в прошлом в прошлое вот человек может вернуться ради этого предложить вам вернуться в прошлое что-то там довести до конца то что не было доведено до конца когда вы были выброшены из этого состояния ну из ситуации вернее да и поэтому по семерке мечей подсматривать будут вот все равно как бы за вами наблюдение будет постоянно вестись но вы отказываетесь отказываетесь от вот этого предложения идет отказ потому что вам хорошо там вот на на том пути куда вы вышли куда вы себя вытащили вам там хорошо комфортно карта солнце тепло безопасно это та стабильность которой вы давно шли вы хотели этой стабильности вы хотели когда-то давно такой жизни вот она у вас сейчас естественно вы в прошлое не вернетесь но наблюдать будут все равно интересно как вы там дальше будете а вдруг у вас это все обрушится в какой-нибудь миг момент да вдруг вы там в одиночестве останетесь здесь здесь как-то знаете идет переход от врагов к друзьям может они не были врагами эти люди но как-то вот идет так что они вам и добра вроде как не желали и были в какой-то степени рады вашим потерям вашим неудачам вашему какому-то несколько унизительному положению и в то же время вроде как и беспокоиться за вас не приняли когда-то вашу позицию не выслушали не поняли не вникли в то что вы предлагали да и в то же время да даже осуждали так скажу осуждение было каких-то ваших действий и торжествовала их правда какое-то время а вы были где-то в одиночестве в сложном положении но одновременно как бы за вас и переживают если такой момент она сама виновата или он сам виноват как вот вот такое что-то то есть вас считают хорошим человеком незаграмотным специалистом сильным человеком но говорят как будто она сама виновата да ну или он виноват если мужчины смотрят идет все равно осуждение и и поэтому видимо вы не хотите в это все возвращаться вы чувствуете ну скажем истинное к себе отношение этих людей может быть события прошлого это показали да когда маски были сорваны вы увидели кто есть кто и вам просто ну реально противно да дальше продолжать взаимодействовать с этими людьми туз колес к удаче вас вас выводит да вселенная к большой удаче крупному достижению к покорению какой-то новой вершины крупной вершины которая на самом деле ну которую вы заслужили вы заслужили этот успех этот успех заслуженный кто бы что там не говорил как бы вас не осуждали то что вы будете иметь и денежки и комфортную жизнь и спокойную жизнь у вас будет работа по душе и приносить вам доход постоянный стабильный в таком достаточно серьезном масштабе да туз пентакли это такие серьезные денежки вы сможете позволить себе реально такую стабильную комфортную жизнь и будете благодарить всех своих врагов за то что когда-то они вас вытолкнули из той ниши где вы засиделись на самом деле надо было давно оттуда уходить мы же не верим в себя да вот пятерка кубков я говорила страхи сомнения низкая самооценка неверие в себя вот это все тормозит развитие наше мы тратим время попусту в то время в то время как могли бы уже быть на вершине могли реализовать какие-то свои способности возможности получить то о чем мечтали вот такой расклад надеюсь информация была для вас полезной я благодарю вас за внимание и надеюсь что мы с вами встретимся в новых видео